Всем привет! Меня зовут Мистер Сайлент, и вы смотрите жуткие факты теории в замечательной игре Five Nights at Freddy's. И сегодня мы с вами поговорим о Мангл. Интересно? Тогда поехали! Также не забываем про наши правила. Когда под этим видео наберется полторы тысячи лайков, я сразу же иду снимать новый выпуск. Так что всё в ваших руках. Ну а сегодняшний выпуск мне поможет провести один из лучших теоретиков на русском ютуб, человек которого я думаю вы все знаете, Дима Джаст. Но я думаю мы не будем тянуть, так что поехали! Ну и по старинке начнем с внешнего вида. В отличии от оригинального Фокси, Мангл был или была уменьшена в размере. Вообще, касательно пола данного аниматроника ходит множество теорий и догадок, поэтому я буду по-разному называть этого персонажа. Я больше всего склоняюсь к тому, что Мангл это женская версия Фокси. Ну да ладно, вернемся к внешности. Мангл имеет розовые и красные щеки. Также вокруг губ на ее удлиненной морде мы можем заметить что-то вроде губной помады. Это придает ей женственный вид. Еще в пользу того, что Мангл это девочка, мы можем привести тот факт, что она имеет длинные ресницы. Зубы этого аниматроника имеют небольшие размеры. Также, если приглядеться, можно заметить зубы эндоскелета. К изогнутой шее прилагается галстук бабочка. Мангл явно находится в изуродованном и искаженном состоянии, вплоть до своих механических органов. Также кажется, что у Мангл вообще нет костюма, она почти полностью состоит из одного эндоскелета. Голова Мангл имеет белый цвет, но у нее еще имеется вторая голова. О ней идет много споров. Кто-то говорит, что это попугай, кто-то говорит, что это кекс-чики. Мне лично кажется, что это все-таки просто попугай, так как Мангл пират. Телефон Гай рассказывает нам, что с Мангл любили играть дети, и со временем они ее разломали. Работники пиццерии чинили ее каждый день, пока им не надоело и они не забросили ее. Ее имя переводится с английского как «покалеченный» или «увечья». Давайте теперь остановимся на теле этого аниматроника. На самом деле, вместо корпуса у Мангл какая-то бесформенная фигня. Создается такое ощущение, что она состоит из различных деталей от других аниматроников. Также, как мы знаем, телефон Гай в третью ночь говорит нам, что дети, приходящие в пиццерию, любили разбирать Мангл. Возможно, именно поэтому она и имеет такой плачевный вид. Место расположения. Мангл начинает свое движение из угла комнаты под названием «Китс Кофф». После активации она будет в основном путешествовать по пиццерии через потолок. Тем не менее, в некоторых комнатах мы можем заметить Мангл на стене или же на полу. Она будет двигаться по игровой комнате, к главному залу, потом по коридору перейдет в партию «Рум 1», а затем в партию «Рум 2». И, наконец, через вентиляцию попадет к нам в офис. Поведение. Мангл является невероятно активным аниматроником. Она может оставить свою комнату «Китс Кофф» уже в 12 часов во вторую ночь и оказаться уже в течение часа в коридоре. Вообще, не обязательно следить за передвижением Мангл, так как вы услышите характерный звук, когда она будет в вентиляционном отверстии. После того, как Мангл была замечена в вентиляции, игрок должен надеть голову Фредди. Если игрок снимет голову и включит планшет, то Мангл появится на потолке комнаты. Интересный факт. Мангл на ранних ночах не может атаковать нас, когда включен планшет. Но это не особо поможет, так как есть еще и другие аниматроники. Ну а сейчас мы поведаем вам ряд интересных теорий и фактов, связанных с Мангл. Люди сообщают, что когда Мангл ходит в офис, она оказывает воздействие на других аниматроников. Они становятся более активными и двигаются намного быстрее. Единственное объяснение этому, что Мангл это что-то наподобие сломанного радио, которое распространяет белый шум, оказывая влияние на остальных маскотов. Но да, это всего лишь теория, и даже учитывая, что люди об этом говорят, это официально до сих пор не подтверждено. Изначально Мангл должен был быть игрушечной версией Фокси, как к примеру той Фредди и игрушечная версия Фредди. Как бы там ни было, телефонный парень объясняет, что Мангл был разобран детьми и стал разбери-собери развлечением. И даже более возможно, что Скотт изначально планировал, что Мангл будет нормальным ходячим аниматроником, потому что если вы присмотритесь на этот тизер-постер ко второй части игры, вы увидите, что у Мангл все еще есть крюк, который был удален к моменту выхода игры. Если же Мангл попадает к нам в офис, все-таки возможно выжить всю ночь, если конечно очень повезет. И причиной тому время, когда Мангл атакует, оно очень случайное. Похоже на то, как Фредди атакует в первой части игры, когда он заходит в офис, и вы не знаете, когда он выпрыгнет и испугает вас. Но вообще все это происходит очень редко, так что обычно, если Мангл зашел к вам в офис, вам скорее всего конец. Существует очень маленький шанс того, что Мангл может быть активен в первую ночь. Для этого нужно не смотреть в камеры. Вы наверняка замечали, что у Мангл есть вторая голова на плече. Вы можете быть удивлены, почему. Некоторые люди считают, что она принадлежит отдельному аниматронику, голова которого случайно застряла в Мангл. Есть еще версия, что голова принадлежит попугаю, так как Мангл – это игрушечная версия Фокси. И Фокси, как мы знаем, пират. А пираты очень часто имеют попугаев на плече. Но все же пошли слухи, что эта игрушка – это перчатка в виде Фокси. Мангл является подозреваемым в совершении укуса 87. Мы знаем, что Мангл очень часто контактирует с человеком, а также у нее есть способность кусать. Она кусает в область лба. А с тех пор, как мы знаем, что жертву кусили в лоб, это делает Мангл одним из главных подозреваемых. Если вы посмотрите в комнату Тицков, вы видите лежащую Мангл с глазом рядом с ней. Если вы посмотрите в эту комнату снова, глаз пропадет. Скорее всего, это лишь незначительная деталь, которую Скотт упустил из виду. Ничего значительного. А может и вовсе нет. Идут большие споры по поводу того, к какому полу относится Мангл. Как ни странно, есть доказательства того и другого. Например, то, что Мангл относится к женскому полу. Во-первых, она имеет женственный вид. Во-вторых, в настройках ночи Мангл отмечен как женский персонаж. Но с другой стороны, телефонный парень называет Мангл он. Вполне возможно, что Мангл была придумана в соответствии с героев аниматроник группы The Rock of Fear Explosion, Рольфа де Вольфа и его куклы Эрл Шмерл. Если вы проанализируете шум, который издает Мангл, вы поймете, что она, очень возможно, пытается позвонить в полицию. Как мы это узнали? Если вы прислушаетесь, вы услышите цифры 10 и 1. Если вы прогуглите коды полиции, то узнаете, что 10 и 1 означает вызов полиции. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, что вы не забудете подписаться, рассказать друзьям, оставить комментарий, а также поставить лайк. Напоминаю, что следующий выпуск выйдет, когда мы наберем под этим видео полторы тысячи лайков. Так что все в ваших руках. Ну а я с вами прощаюсь и говорю вам до скорых встреч. Всегда следите за теми, кто находится за вашей спиной. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok